Итак, в 1809 году была, как сказал бы нынешний либерал, аннексирована Финляндия, которая, как известно, никогда не имела собственной государственности, но являлась тогда частью Швеции. То есть, еще раз, Финляндия не имела государственности вообще. Тем не менее, Александр I создал Великое княжество финляндское, наделил его неслыханными преференциями, свободами, возможностями, правом говорить на своем языке, парламентом и прочее, прочее, прочее. А также шведскими землями на севере и карельскими на юге. Так вот, вы когда-нибудь видели нашего, к примеру, монархиста, который бьется в злобе, повторяя, чертов Александр I засунул русские земли финнам, подложил бомбу под Российскую империю, создал страну, которой никогда не было, а потом мы расхлебывали его ошибки, и сталинские солдаты шли воевать за земли, которые этот чертов царь финнам подарил? Нет, мы не видели такого монархиста никогда. Ну и хорошо, что не видели. Почему? Да потому что Александр I, черт побери, присоединил Финляндию. И когда он клеил к ней Выборгскую губернию, он внутри своей державы это совершал. Он не мог предположить, что однажды его правнук отречется от престола, и все полетит ко всем чертям, и империя пойдет по шву. Александр I был не пророк, он был царь. Он просто в своей огромной квартире переставлял мебель. Ну, про царя мы вроде понимаем, к Александру I никаких претензий нет. А к Ленину с куда меньшими основаниями есть. Почему я говорю, что с меньшими основаниями? Я сейчас объясню. В сознании современного человека как все уложено? Вот были, наверное, какие-то малороссийские губернии. Правда, толком никто не знает, какие именно. В том числе, потому что большинство искренне уверено, что вот Донбасс, Донецк и Луганской области, они не были в составе этих малороссийских губерний. Их туда Ленин засунул. В сети гуляет картинка, где нарисовано, что Донбасс это Ленин присоединил к Украине, а вот там некоторые территории на правобережье это Сталин присоединил к Украине. А если на картинке так нарисовано, значит, так оно и было. Ну, давайте теперь не картинки из сети рассмотрим, а реальные дореволюционные карты. И сверим эти реальные дореволюционные карты с дореволюционными словарями. Самый авторитетный словарь царского времени какой? Правильно. Энциклопедический словарь Бургауза и Ефрона. Открываем статью Малороссия. Там пишут, Малороссия, часть европейской России, крайне неопределенной по объему. И тут же примечание. Смотрите статью Украина. То есть дореволюционный, самый авторитетный словарь царского времени про Гауза и Ефрона признает тождественность Украины и Малороссии. Читаем дальше. Название Малая Россия возникло с того времени, когда цари московские стали именоваться самодержцами Великой и Малой и Белой России. По Андрусовскому договору к московскому государству присоединена была территория нынешних Черниговской и Полтавской губернии. Но черкасский или южно-русский народ в настоящее время занимает гораздо более широкую территорию. По пересе 1897 года говорящих на украинском языке числилось в губерниях и областях. И далее идет перечисление областей. В Полтавской губернии 93% говорят на украинском языке. Черниговской губернии почти 88% говорят на украинском языке. Это словарь, сообщает, это не я. Подольское почти 81% говорит на украинском языке. Харьковское 80 с лишним процентов говорят на украинском языке. В Киевской губернии, согласно словарю Бругауза и Ефрона, на украинском языке говорило 79% населения. В Волынской 70% населения. В Екатеринославской 70% населения. В Херсонской 53,5% населения. А также в Кубанской пишет словарь 47%, в Таврической 42%, в Старопольской и Воронежской по 36%. На территории области войска Донского 28% говорили по-украински. Свыше четверти. Открываем статью Украина во все том же словаре. К середине 17 века как правобережная, так и левобережная Украина уже в достаточной степени была заселена колонистами, главным образом малорусского племени. Между ними, впрочем, особенно на правом берегу встречалось также немало поляков, армян и евреев, а на левом берегу белорусов. В 1654 году Украина соединилась с Москвою. Украина, они пишут. Соединилась с Москвою, они там пишут так. По Андрусовскому договору 1667 года левобережная Украина осталась за Москвой, правобережная за Польшей. С этого времени для левобережной Украины обычным названием делается Малоруссия. На левом берегу Днепра Украина называлась официально только Слободская Украина, то есть теперешняя Харьковская губерния. На правой стороне Днепра название Украины сохранилось за всеми землями. Конец цитаты. То есть, как сообщает нам словарь, Украина называлась все правобережье и Харьковская губерния. Это раз. А остальное стало называться Малороссией. Это два. Есть тут легкая путаница, от которой нам нисколько не легче на самом деле, потому что в любом случае термины Украина и Малороссия уже в словаре взаимозаменяются, переходят один в другой. И эти самые малороссы, черкассы, хохлы, украинцы, южно-русские и также люди, говорят на своем украинском языке. Причем, говорят на украинском языке во многих губерниях, составляя в этих губерниях, не считая Кубани и войска Донского, большинство. И это огромные земли, по сути, занимали ту же самую территорию, что и нынешняя Украина. Эти губернии еще раз согласны царскому словарю. Итак, Полтавская губерния, Черниговская, Подольская, Харьковская, Киевская, Волынская, Херсонская, Екатеринославская. А где тут Донецкая и Луганская, скажут? Их же нет. А почему их нет? Потому что их Ленин потом уже засунул туда, скажут нам. Ну давайте теперь карту посмотрим. Екатеринославская губерния. Название административно-территориальной единицы Российской империи. Там 70% населения говорил на украинском языке. Ибрагаус и Ефрон дают эту губернию в списке малороссийских. Между прочим, губерния была образована 8 октября 1802 года. Путем выделения из Новороссийской губернии центр определили в Екатеринославе. Ныне город Блюдский переименовали в Днепр. То есть это опять при Александре Первом. Ее выписали из Новороссии. Ну так посмотрим на карту. Что у нас входило в Екатеринославскую губернию? А туда, в эту губернию входили Луганск, Бахмут, Дебальцево, Горловка, Лозовая, Мариуполь, Юзовка. Юзовка это будущий Донецк. Оставшаяся часть нынешней Луганской области входила в Харьковскую губернию. Которая, напоминаем еще раз, в 19 веке называлась Харьковско-Украинской. То есть официально носила название Украины в царских документах. И лишь малая часть будущей Донецкой и будущей Луганской областей входила в область войска Донского. Одну из своеобразных автономий царского времени. А когда же появились Донецкая и Луганская область? Донецкая область была образована в 1932 году выделением из Харьковской области Украинской ССР. А Луганскую область создали в 1938 году, которую выделили уже из Донецкой области. Тогда она, кстати, называлась Донецкой областью, Сталинской областью. Потому что Донецк тогда назывался Сталином. Вы скажете, ну как же так? Везде же говорят, что Ленин засунул исконно русские земли в Украину. Вот прям ножницами взял, отрезал и приклеил. Я вынужден вам открыть ужасный секрет. Это все неправда. В основном эти земли там и были уже. С Луганском, Донецком, Мариуполем и так далее. Да, действительно, малая часть нынешней Донецкой и нынешней Луганской областей входила в состав войска Донского. И у войска Донского эти области откромсали. Причины тут, впрочем, вовсе не такие, как вы подумали. Вот где заберем у русских людей и хохлам отдадим. Причина тут как раз противоположного толка. Область войска Донского первой, еще раньше Украины, подала на отделение от Москвы. Вот как только 7 ноября 1917 года революция случилась, тут же атаман Каледин объявил о независимости области войска Донского от России. Нынешние казаки в этом месте обязательно начнут рассказывать, что они хотели жить с царем-батюшкой, а с бесовскими большевиками не хотели жить. Но все это, извините, ерунда. Царь-батюшка уже давно к тому времени отрекся. И Донское казачье войско, между прочим, ничего не предпринимало для того, чтобы посадить его обратно на царский престол. Никакого дела, признаться, казакам до царя тогда не было. Сейчас, может, есть, а тогда не было. И когда большевики пришли к 7 ноября ко власти, они никаких гонений ни на казаков, ни на церковь даже еще не успели произвести. Они только отобрали власть у либерально-буржуазного правительства, в основном из масонов состоящего. Это правительство как раз в свое время и отняло власть у царя-батюшки. Вот у этих буржуазных масонов большевики взяли власть, а не у царя, которого якобы так любили казаки. Но казаки настолько обиделись за временное правительство, что тут же подали на отделение от России. Отделение от Петрограда, отделение от Москвы. Дальше, как вы помните, была гражданская война и все эти кровавые события. Но мы тут вернемся к теме Донбасса. Дело в том, что Донбасс был в целом за красных, за Москву, за Россию. Если 80% казаков было за отделение, и лишь 20% самых бедных казаков были за красных и за единую советскую страну, то на Донбассе, в шахтерских районах, все обстояло наоборот. Там подавляющее большинство было за Москву, за Петроград, за большевиков, за единую советскую Россию. Поэтому шахтеров, которые жили на территории войска Донского, всего лишь прикрепили к тем шахтерам, которые с 1802 года жили в Екатеринославской малороссийской губернии. Вот это произошло. Шахтеров соединили с шахтерами, а не русских сунули в пасть украинцам. Дон вообще был наиважнейшей головной болью для советской Москвы, потому что мало того, что эта царская еще автономия отделилась самой первой, Дон стал еще и базой для белого движения и добровольческой армии. Поэтому войско Донское после гражданской войны от греха подальше расформировали, а земли их перераспределили в основном в пользу Российской Федерации. Сделали России, как от нас сейчас монархисты, например, требуют. Вот так и сделали, чтобы никаких автономий и одна Россия повсюду. Именно так и сделали. Была у царя своеобразная казачья автономия, но ее большевики, чтобы сепаратистам было неповадно, ликвидировали. И лишь малая часть казачьей донской земли, казачьей донской автономии, ушло не в Россию, а в Советскую Украину. Что логично, потому что Луганск и Юзовка уже были в составе малороссийской украинской губернии. Так что, по большому счету, ничего никуда Ленин не засовывал. Ленин самым элементарным образом ориентировался на карты царских губерний. Как вот там было нарисовано, примерно так он и сделал. Потому что Ленин и Сталин были консерваторами. И, не поверите, ориентировались в своих территориальных делениях на царское время. Ничего сами не придумывали. Какие губернии царские словари относил к традиционно малороссийским и населенным малороссым, говорящим в основном на украинском языке, такие и определили Украины. Многим, я знаю, неприятно это слышать. Они уже решили для себя, что это Ленин во всем виноват. Нет. Луганск и будущий Донецк засунул в малороссскую екатернославскую губернию царь-батюшка Александр I. С него и спросите. И за Выборгскую губернию, и за Луганщину. Не хотите с него спрашивать? Странно. И все жившие тогда в 19 веке на территории нынешнего Донбасса жили в местах, именуемых малороссийскими. И это ни для кого тогда секретом не было. Так что вы с этим вот засунул в Украину русскую землю, Ленина оставьте в покое. Просто потому, что это бесчестно. Ленин, повторяю, Украину вернул в большую Россию. Это вот он точно сделал.